Технология и бизнеса Казахский университет технологии и бизнеса Экономический факультет, кафедра менеджмента и туризма Дисциплина. Управление персоналом туристических предприятий. Тема номер пять. Набор и прием кадров. План лекции. Первый вопрос. Процесс приема на работу, его характеристика. Второй характер, влияющий на процессы набора персонала организации и их классификация. Третий фактор – внешней среды. Четвертый фактор – внутренней среды. Потребность организации в рабочей силе на настоящий момент и перспектива. Расходы связаны с этим. Пятый вопрос. Требования предъявляемой организации при приеме на работу. Далее идет у нас график выполнения задачи задания по дисциплине. Список литературы. Набор и отбор персонала. Набор персонала. Подготовку для занятия смежных рабочих мест более высоких квалификаций. Набор персонала. Действия по организации по привлечению на работу кандидатов, отвечающих необходимым требованиям факантного рабочего места, а также формирование резерва кандидатов для отбора персонала. Основное назначение набора заключается в создании определенного резерва кандидатов, из которого в дальнейшем организация смогла бы отобрать человека максимально полностью соответствующие требованиям должности или рабочего места. Процесс набора зависит от факторов внешней и внутренней среды. Они определяют интенсивность, скорость направления набора. К факторам внешней среды относят такие показатели, как законодательное ограничение. Государством устанавливаются минимальные требования к работодателю, которые он должен придерживаться в ходе привлечения работников организации. Например, запрет на дискриминацию по половому, расовому, национальному, религиозному признакам. Встановление квот и рабочих мест для людей с ограниченными способностями молодежи. Ситуация на рынке рабочей силы. Количество привлеченных в организацию лиц зависит от количества состава рабочей силы, необходимой квалификации. И место расположения организации. От региона зависит количество желающих на нем работать. Диапазон выбора рабочей силы. К факторам внутренней среды относятся кадровая политика организации. Из принципа направления работы с персоналом. Наличие стратегических кадровых программ. Типа пожизненный найм. Образ организации. Ее имидж. Поскольку она считается привлекательной, как место работы. Широко применяется такое понятие, как альтернатива найму. То есть выполнение работ без пополнения штатного состава организации. А это лизинг персонала. То есть привлечение сотрудников специализированных компаний для выполнения требуемой организации работы на неопределенное количество времени. Б. Это сверхурочную работу с совмещением профессий, структурной реорганизацией или использованием новых систем производства. И временной найм. И Ф. Привлечение специальных фирм для осуществления некоторых видов деятельности. Виды источников набора. Существует два вида источников набора персонала. Это внутренние за счет сотрудников самой организации. И внешние за счет ресурсов внешней среды. Внешние с помощью сотрудников. Низкие издержки совместимы с кандидатами. Семейное понебратство. Объявления в СМИ. Это большой охват аудитории. Большой поток кандидатов. ВУЗы. Это государственные и частные службы занятости. Внешние источники являются наиболее распространенными, так как ресурсы компании ограничены. И даже если в вакантную должность находится в замещении внутри компании, то освобождается место работника, который занял первую вакансию. Внешние источники можно условно подразделить на два класса. Недорогие и дорогостоящие. Недорогим источникам относятся, например, государственные агентства занятости. Контакты с высшими учебными заведениями. В дорогостоящем источникам относятся, например, кадровые агентства. Публикация в средствах массовой информации. Печатные издания. Радио. Телевидение. Внешние. Внутренние. Это возможность продвижения, повышения заинтересованности. Дешевизна. Усиление мотивации. Быстрое заполнение вакантной должности. Нет притока свежих людей. Автоматизм продвижения. Неодобрение сотрудников. И использование внутренних источников привлечения кадров позволяет обеспечить прозрачность кадровой политики. Сухую степень управляемости. Возможность планирования данного процесса и целенаправленного повышения квалификации персонала. Решается проблема занятости собственных кадров. Повышается мотивация. И степень удовлетворения трудом у работников. Если перевод на новую должность совпадает с желанием самого претендента, то повышается рост производительности труда. Существуют следующие виды внешних источников. Это через своих сотрудников привлечения кандидатов на вакантную должность. По рекомендации знакомых и родственников работающих компаний. А также бывших сотрудников организации. Второе. Это самостоятельные кандидаты. Люди, занимающиеся поиском работы самостоятельно, без обращения в агентство и службы занятости. Они сами звонят в организацию. Присывают свои резюме и так далее. Многие организации устраивают дни открытых дверей, а также принимают участие в ярмарках вакансии и выставках с целью привлечения самостоятельных кандидатов. Третье. Это реклама в средствах массовой информации. Это наиболее распространенный прием рекламента об имеющихся в организации вакансии. Соискатели обращаются непосредственно в организацию, периодические издания, газеты, журналы общего профиля и специализированные профессиональные. И интернет-серверы, резюме кандидатов в вакансии, телевизионные и радио. Преимущество этого способа – широкий охват аудитории. И четвертое у нас учебное заведение. Это многие крупные организации, ориентированные на набор выпускников вузов, не имеющих опыта работы, но представляют собой энергичную, имеющую необходимую подготовку дешевую рабочую силу. Особенности набора выпускников связаны с тем, что при отсутствии профессиональных компетенций оцениваются личные компетенции, такие как умение планировать, анализировать, личная мотивация и так далее. Методы набора кадров – это активные методы к ним, обычно прибегают в случае, когда на рынке труда спрос на рабочую силу, особенно квалифицированные, повышают ее предложения. Прежде всего, это вербовка персонала, то есть, иначе говоря, налаживание организации контактов с теми, кто представляет для нее интерес в качестве потенциальных сотрудников. Веруют сотрудников у конкурентов через государственные центры данных тестей и через частные посреднические фирмы. Сравнительно дешевле обходится в привлечении сотрудников с помощью личных связей работающего персонала, путем проведения презентации и участия в ярмарках, вакансиях, праздниках, фестивалях и формировании свой образ, свой имидж. Организация может также осуществить набор вербовку кадров. Пассивные методы. К пассивным методам набора кадров прибегает, когда предложение рабочей силы на рынке труда превышает спрос. Одной из разновидностей пассивных методов привлечения персонала является размещение объявлений в вакантных должностях, уровни требований к кандидатам условиям оплаты труда, сведения во внешних и внутренних средствах массовой информации. Телевидение позволяет обеспечить более широкую аудиторию, однако стоимость рекламы чрезвычайно высока. Реклама по радио обходится многократно дешевле, и аудитория также широка, но слушают его, как правило, только во время работы. За счет применения данного способа размещения рекламы в основном можно привлечь лиц, желающих поменять работу. Профессиональный отбор кадров в организации является одним из наиболее важных этапов подбора персонала и включает следующие этапы. Это создание кадровой комиссии, объявление о конкурсе в средствах массовой информации, медицинское обследование здоровья, работоспособности кандидатов, оценка кандидатов на психологическую устойчивость, анализ увлечений и вредных привычек кандидатов, комплексная оценка кандидатов по рейтингу и формированию окончательного списка, утвердение в должности, заключение контракта, оформление и сдача в отдел кадровых документов кандидата, личные заявления о приеме на работу, трудовая книжка, рекомендательные письма, характеристика, копия документа об образовании, фотографии сотрудника. Анализ рабочего места состоит из нескольких стадий, показанных на схеме. Предполагает, что анализ рабочего места проводится уже на действующих предприятиях и организациях. Очень важна первая стадия, которая дает общую картину функционирования организации в целом. Осматривается роль каждого рабочего места в данной организации. После оформления перечисленных высших кадровых документов и сдачи их в отдел персонала необходимо провести комплексную оценку потенциала и качеств кандидатов. Объем и степень детализации оценки зависит от категории работника и важности его правочего места. Чем выше уровень управления, тем больше должна быть детализация и достоверность оценки. На это обычно уходит 2-3 недели. После анализа оценки и положительного решения вопроса о приеме на работу руководителям предприятия в отделе кадров оформляется. Оставшиеся после оформления перечисленных высших кадровых документов и сдачи их в отдел персонала необходимо провести комплексную оценку потенциала в качестве кандидатов. Объем и степень детализации оценки зависит от категории работника и важности его рабочего места. Чем выше уровень управления, тем больше должна быть детализация и достоверность оценки. На это обычно уходит 2-3 недели. После анализа оценки и положительного решения вопроса о приеме на работу руководителям предприятия в отделе кадров оформляются остальные документы. Приказ о приеме на работу, контракт сотрудника, должностная инструкция, договор о полной материальной ответственности, акт приема и передачи рабочего места. Приказ о приеме на работу, контракт сотрудника, должностная инструкция, договор о полной материальной ответственности, акт приема и передачи рабочего места. Далее, рекламный порядок приема персонала в организацию, здесь у вас показано в таблице, здесь мероприятия, какие должны быть сроки, должностные документы, мероприятие, это объявление о наличии вакантных мест, предоставление документов на кадровую комиссию, собеседование, оценка работников, прошедших кадровую комиссию, оформление документов, необходимые для приема на работу, получение рабочего места и изучение внутренних документов предприятия, прием на работу с испытательным сроком. Сроки за месяц до освобождения рабочего места и введения новой штатной единицы за три дня до заседания, в день проведения собеседования, в течение недели со дня проведения кадровой комиссии, в день приема на работу, в течение недели после приема на работу, проведения испытательного срока, от двух недель до шести месяцев. Прозностные здесь замдиректора, инспектора отдела кадров, секретарь деферент, инспектора отдела кадров, кадровая комиссия, здесь замдиректора, консультант, инспектора отдела кадров, руководитель, юрисконсульт, врач-терапия, социолог, психолог и так далее. Здесь данные характеристики документов приема на работу, данный анализ преимущества, недостатки, письма, заявления с краткими, бегающими данными или послужным списком, линии личных контактов телефона и неофициальный визит и так далее. Цельсово разно подготовит детальную информацию по каждой должности, которая может включать в себя рекламную информацию по организациям для передачи кандидату, модель рабочего места, должностную инструкцию, образец контракта или некоторые основные условия контракта, относящиеся к конкретной должности, штатное расписание подразделения. Далее у нас методы сообесчитывания. Здесь британский метод, можно рассмотреть личные беседы с кандидатом, членом кадровой комиссии и анализ качеств кандидата, его родственников, рекомендателей. Немецкий метод – это предварительная подготовка значительного числа документов с обязательными письменными рекомендациями ученых, руководителей, политиков. Далее вот американский метод, здесь проверка интеллектуальной способности, психологического тестирования, наблюдение за кандидатом в неформальной обстановке. И четвертый метод – это китайский метод, здесь письменные экзамены, исторические традиции, описание ряда сочинений и поэм, доказывая знания классики, лёгкости стиля и слогописьма, знания истории. Здесь вот данный пример итогового списка кандидатов с данными для принятия решения по собеседованию. После процедуры оценки и выявления из множества кандидатов одного, получившую наивысшую оценку и согласие линейного руководителя быть принятым на работу в организации, заключается контракт, которому придается особое значение. Термин контракт означает юридически оформленный договор между двумя сторонами. Любой контракт подразумевает, что кое-то делает предложение, а кто-то принимает его. На заключение контракта о найме предлагает, что ваше предложение о выполнении работы было принято. Вы управляете сотрудником, выполняющим работу лично или через другого сотрудника. Вы инструктируете его, как это надо сделать. Данная работа является частью вашей обычной работы. Минимальный объем информации о сроках и условиях контракта, которым должен быть предоставлен работник, включая следующие сведения. Во-первых, это имена сторон, работодатель и работник, наименование работы, дата начала работы и дата окончания срока действия контракта. Если данный контракт заканчивается на определенный срок, тарифная ставка или указанная способа расчета зарплаты, периодичность оплаты труда, еженедельная, месячная или иная, обычное рабочее время, праздничные дни их оплата, правила оформления, пропуска в связи с заболеванием или несчастным случаем. Их оплата, схема расчета, пенсии и указания о том, распространяется или не распространяется на работника государственной системы пенсионного страхования, процедура по подаче жалоб, срок, на который работник должен получить уведомление или подать заявление о прекращении работы, тарифотического прекращения. Указанный документ должен содержать все перечисленные пункты. Здесь даны задания для самостоятельной работы обучающихся, планирования и развития карьеры в организации. Здесь вы должны подготовить слайды по двум вопросам. Это первый, управление деловой карьерой предприятия, второе, управление резервом на выдвижение. Дальше идет список литературы, дополнительная литература. Спасибо за внимание.